Но одними предупреждениями не ограничиваются. Сейчас десятки охотников региона выслеживают опасных хищников. В поисках пищи медведи не стесняются выходить к людям и держат в страхе жителей сразу нескольких районов. О первых результатах борьбы с косолапыми агрессорами в следующем материале. Стреляют на поражение. Перед охотниками стоит задача ликвидировать угрозу для жителей Усольского района. Медведя. Несколько ночей подряд он заходил на участки, а накануне утащил с одного из них поросенка. В срочном порядке выдали лицензию на отстрел хищника. Потерпевший показал нам, в какую сторону кровь. Туда утащили поросенка, медведь. По следам мы организовали там как облаву. По кровавым следам подошли. Медведь поднялся, бросился на нас. Агрессивное животное удалось ликвидировать, но местным жителям облегчение эта новость не принесла. Убитый косолапы – лишь один из многих, которые держат в страхе весь район. И на них теперь также будут вести охоту. На крайние меры отстрел медведей охотники идут не всегда. Ружья в руки берут лишь в том случае, когда есть непосредственная угроза для людей. Медведя можно отпугнуть выстрелами там и так далее. Можно, современные средства есть такие, как там ракеты. Отпугнуть хищников удалось в братском районе. Тревогу забили, когда медведи разодрали нескольких собак. Чтобы защитить свои дома, местные жители организовали народные патрули, пока косолапы на место преступления не возвращаются. Похвастаться таким же эффектом не могут в Шелиховском районе. Там медведя, разоряющие в огороды, решили даже не пытаться отпугивать. Это можно молодого зверя напугать, такого старого, опытного медведя этими. Он уже не обращает на них внимания. А медведь оказался раненый два года тому назад, со слов местных жителей. Очень осторожный. Тем не менее, охотники уже вышли на след косолапого. Медведю удалось скрыться. Чтобы следующая попытка ликвидировать опасного хищника не провалилась, все выходные его будут прикармливать. Это единственная надежда выманить зверя, затаившегося после первой неудачи охотников. Алена Полоненко, Андрей Назаров, Владимир Пинаев. Новости по будням.